Пока остальные приютские собаки громко лаяли, пытаясь всячески привлечь к себе внимание, эта бедняга отличалась от всех. Она скромно уткнулась носом в угол вольера, не обращая ни на кого внимания. Оказавшись в приюте Фултон Саунд и Шелтер в Атланте, США, эта скромная и перепуганная собака уткнулась носом в угол вольера, не обращая внимания на окружающий шум. После двух лет жизни на улицах, условия приюта оказались для Айрис и ее беременной сестры невыносимыми. Опекунша иногда выпускает Айрис из клетки на кровать, но некогда дикой собаке до сих пор тяжело привыкнуть к домашней обстановке. Терпение. Много терпения, говорит Лин. Нам нужно с огромным терпением относиться к ситуации Айрис и понимать, что наш мир – чужой для нее. По сравнению с той забитой собакой, которую забрала опекунша, Айрис уже сделала большой прогресс. Эта собачка просто не знает, что это такое – быть питомцем, но ее опекунша делает все, чтобы научить доверять и быть любимой. Лин старалась проводить больше времени рядом с собакой, работала рядом, общалась с ней, пытаясь найти контакт. Во многом собачке помогла домашняя питомица-опекунша, золотистый ретривер по кличке Летти – Леты. Добрая Летти показала новой сестренке, что этим людям можно доверять. Хотя собачка продолжала иногда отворачиваться в угол, забота Лин и Летти начинала приносить плоды, Айрис могла спокойно находиться рядом с Лин и даже позволяла гладить себя. Женщина и ее супруг были готовы помочь Айрис преодолеть этот сложный период и восстановить ее здоровье. Правда, оказавшись дома у заботливых опекунов, Айрис по привычке уткнулась в угол, на этот раз комфортабельной клетки, купленной для нее. Она провела так всю ночь, не двигаясь. Только через два дня в новом доме, Айрис начала понемногу вылезать из клетки, чтобы обнюхать все вокруг. У нее немного проснулся аппетит и она начала есть из миски, что не могло не радовать опекуншу. Помимо прочего, у собачки обнаружили сердечного червя, из-за чего она совсем не ела. Странное поведение запуганной Айрис сразу привлекло внимание одной из волонтерш. Девушка была обеспокоена состоянием собаки и опубликовала ее фото на страничке приюта. К счастью, пост заметили сотрудники местного спасательного центра. Беременную сестру сразу забрали на передержку, Айрис было сложнее. Для нее долго искали опекунов. И наконец, бедную собачку увидел Алин Рокки, бывший ветеринарный работник.